Великая Агиасма То есть народная традиция в данном случае нас не обманывает И уста народа глаголит истину Эта вода необыкновенная, она великая святыня И если мы простую святую воду после обычного молебна, который совершается каждый день Мы можем потреблять и в течение дня, и после обеда, в любое время То Великая Агиасма, крещенская вода, она употребляется только натощак И из-за того, что мы благоговеем перед этой святыней и особо ее чтим Но, конечно же, вот в День Крещения надо говорить не о воде Надо говорить о том вообще, что за это за праздник И почему вода становится святой Дело в том, что крещение Господне Это и есть то священное действие Которым эта вода становится святым Ведь Господь Иисус Христос Принимая крещение от пророка Илана Крестителя Входя в воды Иордана Он своим причистым телом осветил эти воды И произошло чудо В этот день Господь явил людям истину Что Бог, истинный Бог, живой, умный, сильный Бог Единый есть Троица И это было видно из того, что произошло Сам Сын Божий в образе человека Крестился в реках Иордана Дух световый в виде голубя с небес сошел на Иисуса Христа И с неба звучал, как гром, глаз Отца Сей есть Сын мой возлюбленный В нем мое благоволение То есть таким образом Человеческий род уже созрел до такой степени Чтобы принять вот эту истину Что Бог есть Троица Ведь мы знаем, что в ветхозаветные времена Очень много было вот таких языческих племен Которым истина о Триедином Боге Не могла быть открыта Потому что они бы не приняли эту истину Они были многобожники Но когда в роде человеческом Слово Божие через пророков утверждалось То наконец вот эта вот ткань человеческого сознания Она сформировалась, созрела для того Чтобы принять вот эту истину О том, что Бог есть Троица И вот эта сила, действие, благодать Три единого Бога Она и творит чудеса И люди это видят Но надо видеть не просто само чудо Оторванное от той силы Которая совершает это чудо А надо видеть ту живую силу И видеть за этой силой личностного живого Бога Ведь если мы с вами будем только говорить о святой воде Если мы будем с вами говорить только о чудесах То мы будем ничем не лучше язычников Которым важен только какой-то эффект Какой-то феномен какой-то эффективности А какой силы они не задаются Это получается магия Конечно, этого не может допустить православное сознание И мы, употребляя святую воду Пользуясь ей так, как учит нас святая церковь Мы через эту святыню Избавляемся от грехов Укрепляем свою веру И приходим в сознание К пониманию истины Которой есть Бог То есть, оказывается, Господь нам дает свою святыню Для того, чтобы мы через эту святыню приблизились К пониманию тайны Божества Ведь человек сотворен по образу и по подобию Божию И, конечно же, он должен раскрывать себе Вот этот образ и подобие А святая вода Из чина освящения, великая Агиасма Мы с вами видим, что Эта вода по своим свойствам может очищать от грехов Она может исцелять болезни Она может освещать дома Она действительно творит чудеса И через эту воду человек как бы вскакивает Вот есть такое выражение, как Скачет в жизнь вечную То есть, вот эта динамика, вот это движение Такая энергия, которая человека сразу переводит Из одного состояния в другой То есть, качество жизни человека меняется Через эту воду человек как бы вскакивает в жизнь вечную То есть, здесь он был в грехах И вдруг, употребив эту воду Он чувствует огромный прилив энергии И он это ощущает реально физически И поэтому он не может стоять на одном месте Действительно, эта вода чудесная И она укрепляет силы человека Поэтому, конечно же, правильно вы сказали Что в течение всего года эта вода хранится Как духовное лекарство Вот мы знаем, что везде в машинах В различных классах, в школах, в домах Есть аптечки медицинские На всякий случай Так вот, святая вода Она тоже должна быть в доме И на всякий случай тоже Потому что мы все болеем Мы все, бывает, впадаем в какую-то печаль Или унываем Или просто бывают какие-то неприятности То в любом случае, когда ты с молитвой И верой употребляешь эту воду Проходит печаль Проходит болезнь Лекарство, которое нам выписывает врач Начинает действовать совсем иначе То есть увеличиваются их целебные свойства Потому что эта святыня Она восполняет человеческую немощь силой Поэтому святая вода Великая Геасма Должна быть всегда под рукой И верующие христиане Пользуются этой водой Но прежде всего, конечно Это день крещения Это праздник, явление Триединого Бога Вот в народе бытует такое мнение Это мнение неправильное Заблуждение Что есть как бы две воды Крещенская и Богоявленская А это от чего бывает? От того, что чин великого освященного Крещение воды совершается два раза Накануне в сочельник вечером И совершается он в сам день крещения И поэтому вот невежественное сознание Утвердило вот эту разницу Хотя разницы никакой нет Так исторически сложилось Но чин один и тот же Вода одна и та же А что касается вот трех дней Когда эта вода раздается Действительно, мы раздаем воду три дня Потому что очень много желающих Принять эту воду И не все могут В силу своих вот каких-то Особенных обстоятельств Прийти вот в этот день И набрать этой воды Поэтому мы эту воду Сберегаем в течение трех дней И раздаем ее Но уверяю вас Если кто-то придет через месяц И скажет, что вот Ну никак у него не было возможности Мы и дадим ему этой водички И через месяц Потому что в церкви такая вода Всегда есть Но, конечно, не надо приходить За святой водой С ведрами и с цицернами Достаточно принести небольшую бутылочку И набрать этой великой святыни с собой И нести удобно И этого будет достаточно А дома взять хорошую родниковую воды И добавить ее туда И таким образом вы осветите столько, сколько вам нужно Впрок И будете всегда иметь ее под руку Субтитры создавал DimaTorzok